Мы продолжаем. Говорим о том, что хочется, и о том, что может. Начнем с того, даже вот я в свое время, в 90-м год, когда начинал работу. И у меня были другие цели, задачи. Рома тогда устраивал турниры в памяти своего брата. И он помнит, каких я зверей привозил. Каких у меня были ребята, они просто там... Не, я же тоже был замотивирован. В то время тоже был. И вот приехал итальянец. Это как раз на Шабловку, туда, в центральную школу. И говорит, приедет итальянец, это был не Гамба, обычный дядя, что приедет, и вам расскажет. И покажет. Мы приехали, вооружились видео, хитрактами, сели. Он выходит, он начинает нам показывать игры, хороводы, улыбки, радости. Мы сидим, одну тренировку, вечернюю тренировку с нами. Ну, мы говорим, а где джудотов? Он говорит, это и есть джудотов. Я играю с детьми, я вот учу их падать, я учу их страховки. Они это получают все в большом удовольствии. И в тот момент мы этого не поняли. Мы думали, а что это такое? Как это? О чем это вообще? А сколько вы делаете УФУП? Задал я ему вопрос. Когда мои дети уже в 8-летнем возрасте под детской штангой лежали. Мы готовились. И с меня стребовали результат. За то, что в меня вкладывали, покупали татами, дополнительные деньги платили. Они говорили, где результат? И у меня дети уже ножами лежа лежали в первом классе. И это дало, пришел результат. И технический был результат, и тренировки в 5-дневках, в 6-дневках даже у детей было. Конечно, массовость, она немножко отходила. Немного. Но результат был. А мы не могли его понять. Он говорит, так я вообще не занимаюсь УФУП с детьми. Это отдельный тренер. Он говорит, а если у меня пришла группа в размере 10 человек, я могу поработать один. Если у меня пришло 15 человек, я работаю с напарником. Мы так были этому поражены и вообще не понимали. А прошло какой-то буквально промежуток, 10 лет, и все изменилось. И теперь, в общем-то, тот опыт, который я получил, понял, в общем-то, я его первым, в общем-то, могу сказать так, даже в Анапе внедрил. Это дошкольное занятие с детьми. Сейчас оно идет просто на урок. Почему? Потому что родитель заинтересован. Родитель видит сразу, как его ребенок пришел, какой он. И как он начинает через какое-то время становиться. Постулаты, все вот эти, кодекс чести, опять-таки, поясная система. Ты можешь не выступать на соревнованиях, но пояс ты можешь получить спокойно, выйти, показать технику. У меня детки были, что у меня желтый пояс, который сейчас очень сильно упразднил, там всего оставили 4 года. У меня дети сдавали все 3 страницы, помнишь, все 3 страницы, это практически 18 техник, стоили 5 техник удержания. Все сдавали, аж дети сдали, аж им еще не было 7 лет. Все в движении, в обе стороны. И в правые влеты. Это вот Рома сейчас как узнает, это то же самое для ребенка, выйти и показать, как. Мы даже снимали это на видео, боялись, что нам Национальный Союз просто не поверил. Что подумаешь, что он там лажу какую-то прислал. Я снимал это на камеру, чтобы они видели, что это ребенок сам все показывал. Ну а сейчас жизнь меняется, может быть. Я считаю, я в общем, Рома много говорила о таких вещах, которые я в твое время услышал от тебя. И я переосмыслил их здесь, и немного позже они пришли ко мне. Это в первую очередь, это удовольствие от ребенка. Это вот этот серотонин, это вещество, когда ты уходишь с радостью. Они запаханы, упаханы и уставшие. И смотрели, что надо завтра опять прийти и пахнуть. Подожди, но Смай, ты же работаешь в государственном учреждении. Но заказ государства, это результат на соревновательном уровне. Или нет? Заказ государства, на моей зарплате, заказ государства, это общеразвивающие тренировки. С спортивными элементами, аклоном, участие в соревнованиях городских, участие в турнирах. Ну, если ребенок пьянет, он нужен попробовать себя и выше, на юг пойти, на край. Пожалуйста. А ты занимаешься, то есть у тебя все... От малого до великого, как старый наш друг. Друг. От малого до великого. Ну, я могу сказать, у меня от пяти, даже от четырех с половиной до пятнадцатый лет. Дальше дети уже идут, им некогда не учиться, но учатся. Ну, подожди, то есть старше пятнадцатого практически нету тебя? Нет, потому что в силу того, что нету речебного уровня. А, только поэтому? Только поэтому. Так бы у меня были бы и ветераны, и все. Были раньше ветераны, в другом зале работали, ветераны шли в Монаку. Ну, бывшие дворцы, которые когда-то где-то что-то боролись. Они приходили как на массаж, как трава-то. Они приходили бороться, изучать технику, новости узнавать, бороться, общаться. Тут очень неплохие, они очень крепкие, молодые. То есть, я говорю, душой молодые. И мы занимались, не я один тренер работал, у нас было в вечернее время. Сейчас уже времени нет, забрали это время, ну, и как бы уже и сидели. Если у меня было бы время, допустим, на ней свободные дети, в 2-4 лет, я бы работал всегда, но у меня нет времени. А зал снимается, здесь клубовое время. Слушай, а вот у тебя дети есть, да, из школьного возраста, ты, ну, хотя и дочке, ты не привлекал дочек занятий с дочкой? Ты вообще как считаешь дзюдо для девочек, для женщин? Я считаю, очень полезно, но заниматься для себя, для своего удовольствия. Для традиционного дзюдо, так называемого, это о чем говорил Дзигара Кана, не как разъяренный дух готовиться к соревнованиям. Соревнования это уже, ну, это такое, не то, что сказать, пожалуйста, то есть есть желание, можно и заниматься соревнованиями. Но в первую очередь, это традиционный дзюдо, в котором ты тренируешься для гармоничного развития себя, гармония. Слушай, а вот смотри, где-то написано было, Кана, говорим так, ты слышал такую реку своего? Ну, не как-то. Хотите увидеть истинное дзюдо, посмотрите на женщину. Да, слышно. Его же жена занималась дзюдо, и Резель занималась дзюдо, и жена, и как раз жена. Кана, например, была очень наружной. Очень много женщин. А почему, на данный взгляд, вот так, вот допустим, вот это такая уже точка, то есть не надо ничего доказывать, но вы знаете, что в основной своей массе дети, заканчивая школу, в принципе, заканчивают занятия дзюдо. Если только ребенок не влез в состав сборной страны, где-то там, да, чтобы его подтягивали. То есть он заканчивается, с чем это связано в основе своей? Почему процентов 90 точно уходит? Почему? Это потому, что неправильно было донесено в детстве, Даня, давай быстрее, сильнее. И дети многие пугаются этого. Они думают, что вот я уже не готов выступать на соревнованиях, интерес у тренеров может пропадать. И может быть нету залов для этого предоставления, чтобы это определенный аспект, это, скорее всего, должен работать клуб частный. Чтобы было, чтобы люди приходили на это. Но это должен, концепцию должен все-таки давать тренер. Он должен объяснить, что дзюдо не прекращается в 14 лет, а только начинает. А как тренер может это объяснить, если мы включаем телевизор и видим, что дзюдо – это соревнования. Приходит время, когда надо делать выбор ребенку или продолжать учебу в институте геодезии, картографии, института. Ну все, ему бороться больше не по времени, не успеет тренировать, а что он заканчивается? Вот такая, что мы включаем телевизор и везде видим только одно. Не дзюдо как вид физической культуры, а дзюдо как вид спортивной соревновательной, спортивной дисциплины. Может поэтому, то есть, сколько бы я ни говорил, смотри, я где-то на протяжении 10 лет, мои дети вообще не участвовали в соревновательности. Я никогда даже разговор об этом не заводил. За эти 10 лет у меня максимум, сколько было учеников в группе, это человек 15. Все. Приходит ко мне и первый вопрос, а вы в соревнованиях участвуете? Я говорю, нет. А что у вас? У вас не дзюдо? Я говорю, дзюдо. А как вы соревнования участвуете? Я говорю, а? А что вы делаете? Я говорю, изучаем физическую культуру. У вас тоже дзюдо? А, нет, у вас какая-то ерунда. Ну, такой стереотип заложен. Ну, это заложено в родителях, потому что всю жизнь у нас, в общем-то, если взять, что в основу-то выходцы, это самбо. И вот этот вот заложенный спортивный аспект может быть научить ребенка самообороны, а там дальше пойдет. А вот это уже дальнейшее продвижение, знание тех же как, в случае, начнем с того, мало специалистов. Странно, по сути, все методики, любые образовательные методики, любые, начинаются с КАТ. Любые, возьмем любой. Возьмем, научить ребенка читать. С чего он начинает? С КАТа. Азбука. Буква А, потом АБ, АБ, ну, начинаются слоги, слова. И начинают учить читать. Это КАТа. А потом ты начинаешь уже рандорить, когда ты читаешь произвольно. Возьмем любое рисование, тебя обучают, что такой-такой цвет, и такая кисточка. То есть, КАТа изучают, линия. Все так заложено. А почему уже вдруг, ни с того ни с сего, вот такой переворот? Ну, я могу сказать, что это скорее всего связано с тем, что у нас дзюдо, оно пошло по своему пути. Нам пришло дзюдо не от японских мастеров, а от уже переделанного, как курсанда, да, от Ащеппио, от Хавампио, где были цели и задачи другие поставлены. И когда ты рос, когда я рос, когда мы тренировались, мы мало знали, мы вообще начали на счет КАТа. Ты знал? Я пришел уже на Динамо к Петрову, он же такой-то. Это был один тренер, который жил, и об этом говорил. И что, я пришел через полтора года, его выгнали из Динамо. Сказали, кто? Какой картина? Потому что он как раз был из Японии, это был один человек, который мог что-то рассказать вам отдать. Все остальное было за цикли, но тем более Динамо, Динамо-Москва. Первое слово. Не будешь бороться, в армию пойдешь, что же. Все в Динамо, мы тренировались только того, чтобы опять Динамо-Москва в школу, в школу, в школу, в школу, в школу. И потом в 90-х все прекратилось. В первую очередь, даже сейчас, если ты будешь оставать про себя какой-то резюме, тебя будут спросят, а какие твои результаты, как у тренера. Чтобы получить «да» и «нет», мне надо написать, каких я выступил чемпиона. А то, что у меня на протяжении 25 лет, 5 лет, там, тысячи занимают, и меня помнят, и это реально... Мне это не дают право получить, да. Что ж, я должен... Ну, хорошо, мне надо... Тругой шаг, значит, я должен изучать карты. Показать карты и получить карты. Ну, опять-таки, я должен показать карты с точки зрения соревновательной деятельности. Соревновательной деятельности. То есть, чтобы трое карты кто-то оценит. Да. Ну, как мы знаем, невозможно оценить. Как можно оценить музыку Шестаковича, не знаю, или «Войну и мир»? Оцените, посадите судей и оцените. Я сто процентов уверен, что, может быть, «Война и мир» не победит в битве с Гарри Поттером, понимаете? Данцовой. Или Данцовой, понимаете? Александр, последний вопрос. Краткость, сестра таланта. Твое определение дзюдо – это гип-пуп. На этом мы и заканчиваем. Смотрите и слушайте дзюдо. Мы из Анапы. Обещаю вам.